Добрый вечер, дорогие друзья! Прошла еще одна неделя, мы с вами снова встречаемся. Сегодня у нас с вами в гостях прекрасный актер, народный артист России Александр Питков. Саша, привет! Привет! Привет, народный артист России! Тебе надо уже на «вы» обращаться, я не знаю даже как. Only you, ты и вы. Я рад тебя видеть. Я тоже очень рад тебя видеть, поскольку мы старые, оказывается, знакомые. Сколько лет прошло, это даже лучше не считать, Саша. Лучше не считать. Зачем тебе это нужно? Ты молодой, красивый актер, пусть не знают, сколько лет мы с тобой знакомы. Скажи мне, на правах старой дружбы, ты когда поступал в театральный институт в 68-м году, тебя же рвали на части, ну потому что, я же помню, кто поступает, сам поступал. Мальчики, колокольчики, интеллигентные, изнеженные, премудрые. И тут такой приходит мужик здоровый, из деревенской внешностью, с открытым лицом. Абсолютный такой типаж, который найти не возможно. И наверняка все театральные институты, еще не слушая тебя, за тебя уже передрались. Признавайся. Именно так это и было. Когда я пришел в Щуку и читал там монолог Гамлета, читал все равно до Боржерака, я был схвачен за две руки. И вы только в Щукинском училище. В Амхате было тоже на ура. В Гитисе я так получил, что хотел быть певцом. И пришел поступать по Антрягину на Аперетту. На факультет музыкального театра. Музыкального театра. И причем стал петь там Арию Федерико из Орзианки. Эла салита сторио, дель пасторо, дель ворио, кантаро. Эса дурми, ченесону лаблио, комэлен видео. Он говорит, боже, это пришел настоящий тенор. И он меня пропускает на третий тур сразу. А некоторые деятели, которые были там, говорят, да ты не тенор, ты бас, ты что? Ты должен петь басом. Я прихожу на третий тур и начинаю. А скалы грозные дробятся с ревом волны. Вы же бас. Все говорят, он же был тенор, стал басом. Что это такое? Меня выставляют оттуда, поскольку... И я был вынужден отправиться в Щепкинское училище, где... Подожди, тебя и Щука, и МХАТ брали? Мне брали Щука, МХАТ, ГИТИС. Почему ты выбрал Щепку? Потому что, когда я пришел в Щепку и спел там дубинушку, и прочитал там как раз Тараса Бульбы, монолог Остапа, «Батько, где ты?», и так сказал, что все зарыдали. Вся комиссия, 20 человек зарыдала. И нам с Борисом Небзоровым поставили пятерки. 20 человек. И когда я говорю, да нет, я в Щуку должен пойти, я должен в МХАТ идти. Говорит, нет, вы артист малого театра. Ну, конечно, потому что я тебе... То, с чего я начал, понимаешь, эта фактура абсолютно дефицитная. Здорового, простого, русского мужика, да еще к тому же поющий, да еще к тому же талантливого, это уже как бонус. Потому что на самом деле, Сан Саныч, ничего не... Как в том анекдоте, ничего не говори, так ходи. Просто выйти на сцену уже подарок с такой фактурой по тогдашним временам. Скажи мне, как тебе в Щепке училось? Тебе было комфортно? У тебя же мастером курса был Куршунов, правильно? Куршунов и Юрий Бифович Соломин. Конечно, дело в том, что моя вольница такая, борьба за свободу и себя, чтобы отстаивать. А театральная школа, это все-таки нужно быть в каких-то рамках. Тебя отслеживают все твои эмоции, твои процессы, твое понимание. От Джека Лондона и... Ты же в 16 лет, по-моему, удрал из дома. Удрал из дома, да. Но мама меня до этого отправила в театр Сатира, где я был принят Плучиком, статистом. И когда я вышел на сцену, меня представить решили там. И спросили, как вас зовут у Саши, о фамилии Питков. И все засмеялись. И Шерлинг, и Плучик, и Спартак Мишулина, и Рунги, и Аросева. И потом Плучик сказал, из этого парня получится хороший киноактер. Это было в 17 лет. Потом, пока я шествовал по Волге, пел там песни, гулял и опоздал на сезон, и меня выставили оттуда. Но в результате я попал в Народный театр, где сыграл первую свою роль. Роль Тетерева в Мещанах. Это грандиозная роль Певчева. И после этого, когда я увидел, что мои друзья куда-то идут поступать, я пошел поступать в Щепку. Послушай, ты закончил благополучно курс Коршунова, и тебя опять взяли в сатиру. В этот раз уже профессиональным актером. Это был 72-й год. Ты уже актер с дипломом, закончивший школу малого театра. Тебя берут в сатиру. Но долго ты там не продержался. Насколько я помню, ты проработал в сатире два года всего. Именно так. Два сезона. Были сыграны прекрасные сцены с Папановым. Пой, ласточка, поэт, а завещание. Я помню спектакль. Я просто ушел из этого спектакля. Спектакль назывался «Маленький комедий Большого дома». Именно. И Арканов, и Горин. Но меня в этот момент все говорили, ты должен сниматься в кино, в театре сатиры. И на каркале является Ахиру Курасава, который утверждает меня на главную роль в фильме «Дирсу Зала». За которого он «Оскара» получил. «Оскара». И «Оскар» оказался в моих руках. Потом. И это целая история с «Оскаром». Это долгий разговор. И меня забирают в театр киноактера. Что значит, тебя забирают? Ты уходишь? Нет. Это ты Плучику, наверное, объяснял, что тебя забирают. Кто тебя мог забрать, если ты не захотел? Было такое условие, что Плучик сказал, я не отпущу его на полгода на съемки. Поскольку тогда решайте что-то. Была вызвана комиссия в театре киноактера, которая смотрела, что я там играю с Папановым и с Мироновым в «Ревизоре» «Трактированную услугу». Потом была грандиозная комиссия на Мосфильме. 40 человек меня пытали 3 часа. Что я умею делать, читать, что я знаю. И было исключительно решение по приказу генерального директора принять меня в штат киноактера. Это было исключение. Значит, Саш, давай поставим точки над «и». Будем говорить откровенно. Твоя бешеная кинокарьера, когда тебя таскали из фильма в фильм, а ты, по-моему, даже находишься в книге рекордов Гиннесса за такое количество ролей, как ты переиграл. Я думаю, что ты там дотягиваешься в этом плане и до покойного Льва Константиновича Дурова, который никогда не мог посчитать, сколько фильмов он сыграл. И Джигарханян. Или Джигарханян. Помнишь, там намного больше, меньше на земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян. Но ты там тоже близко. Ты играл очень много. Тебя таскали из фильма в фильм. Давай так. Кино в определенной степени не погубило. Это неправильное слово. Но очень сильно долбануло по твоей театральной карьере. Конечно. Мама тогда мне говорила, что я не отказывался сниматься в разных ролях. Бей галку, бей ворону, руку набьешь, сокола бьешь. Многие актеры отказывались сыграть эпизоды или что-то. Ждали своих гамлетов от Элла. Сидели и ничего не получали. В результате просто то, что тебе дает Бог, надо не пропускать. Ну хорошо. А вот сейчас уже время прошло. Ты уже вернулся в театр. Уже были разные театры. Мы об этом поговорили. Ты не жалеешь, что огромное количество фильмов нанесло такой удар по твоей карьере театрального актера. Честно говоря, когда в «Сатире» я уже был на самом подъеме и был среди стулья Васильев, мы были самыми молодыми, перспективными актерами театра «Сатиры». В «Малом театре» Виктор Иванович Коршунов сказал, Саша, ты будешь играть весь репертуар. Я тебе отдам весь репертуар. В театре киноактера, когда Гарри мне давал роль Скалозуба, «Привет, братан, ты будешь играть у меня Скалозуба?» Я говорю, за что? За деньги. Тогда у меня было масса предложений играть и в театре, и антрепризы. Ну, конечно, вот поездки в кино, конечно, унижали огромный ущерб этой театральной деятельности. Только и жалеешь. Не то, что жалеть ни о чем нельзя. Но дело в том, что я хочу сейчас это еще сыграть. Как вот «Колесо истории», программа, которая сыграла 800 сцен, или даже тысяча. Я думаю, господи, как бы мне сыграть Гамлета, Отелла, Ноздрева? И вдруг Господь говорит, хочешь, да на, играй. И меня увидел Якубович и взял программу Первого канала, где были сыграны цари, писатели, ученые, губернаторы. Столько персонажей, ну на, обыграйся просто. Добираешь свое. Да, но все равно. Компенсируешь. Компенсируешь всегда. Хочется, время мало. Скажи, Саш, очень часто коллеги говорят, актеры говорят, что кино, конечно, замечательно. Это великолепно, и все тебя узнают. И популярным можно стать только через кинематограф, потому что театр близко не дает такой популярности. Но все-таки настоящее – это подмостки. И настоящее – это общение не с камерой через партнера, или с партнером через камеру. А настоящее – это вот эта пресловутая четвертая стена, это дыхание зрительного зала. И все равно ни один кинематограф со сценой, по большому счету, в актерском творчестве не сравнится. Скажи мне, это снобизм или это правда? Это абсолютно правда. Когда ты играешь спектакль и чувствуешь дыхание зала, когда за каждым твоим словом, твоей эмоцией, твоим движением наблюдают тысячи глаз, и ты получаешь огромнейшее удовольствие, когда у тебя получается это дело. И эти бешеные овации, аплодисменты, триумф, энергия – это обмен энергии. И когда он взаимный, и когда любовь твоя передается залу к тому, что ты играешь, – это огромное счастье. Ну вот теперь после того, как я из тебя это вытащил, мы посмотрим фрагменты из «Принцессы цирка». Вообще, ты меня поставил в тяжелейшее положение, потому что, я уже говорил, у меня есть три фрагмента, которые я могу показать в программе максимум. А я только начал смотреть список твоих фильмов и совершенно растерялся, поэтому практически на выбор. Первым решил показать кусок из «Принцессы цирка». Не возразаешь? Нет, потому что, знаешь, вышла книга, называется «Короли комедии», в которой описаны жизнедеятельности Пуговкина, Краморова и Светина и многих других книг. Ирины Зеленой. Ирины Зеленой. И я там в этой книге представлен. И поскольку все-таки, мне считают, комедийным актером, поскольку актер театра сатиры, которым начинал, то это, мне кажется, достаточно смешная сцена. И я тебе хочу сказать, что в этой книге ты в хорошей компании. Саш, ты везунчик по жизни. Тьфу-тьфу-тьфу. Вот я стучу на всякий случай, там внутри дерево, чтобы не сглазить. Мы все люди суеверные. Ты везунчик. Ты поработал с очень большим количеством хороших режиссеров. Причем ты умудрился поработать с двумя мастерами комедии, которые друг друга, честно говоря, не очень сильно любили. И не очень сильно любили брать актеров из одного, как сейчас сказали бы, пула, в свой. То есть гайдаевских актеров не очень баловал Рязанов, а рязановских актеров не очень баловал Гайдай. А тебе, ты выпал из этой ситуации. Ты и у Гайдаева все снимался, и у Рязанова все снимался. Вот скажи мне, с кем лучше было, проще и комфортнее? Кого ты лучше чувствовал, Гайдая или Рязанова? Его двое великих. Рязанов, он давал возможность сделать все, что ты хочешь. У него прекрасно работала операторская группа. И потом он монтировал. То есть он брал актера, он верил в него, вставил задачу, сценарий. И ты действовал, как ты считал нужным. Кстати, так же и Курасава. Он никогда не поправлял. Он тебе предоставлял только физические действия. Возьми веточку, подожди огонь, возьми кружку, выпей. А там как-то существуешь пространство? Это твое дело. Твое дело. И это, наверное, потом, когда мне довелось участвовать в мюзикле Tomorrowland, страна завтрашнего дня, в новой опере. Джон Адамс приехал, такой замечательный английский режиссер и постановщик мюзиклов. Он тоже, когда я приходил на репетицию, говорил так. Чехов, Достоевский, Толстой. И уходил. Вся была репетиция. И потом мы должны были как-то сами играть, как вот получалось. А потом вот это монтировал. Потом у меня был уникальный опыт еще с Константином Учим Воиновым, который стоял за него Бальзамидова. И он пришел в театр киноактер, а я очень любил итальянские песни. И он среди всего театра вдруг нашел фотографию мою, 200 человек, говорит, вот этот парень будет играть роль итальянца. И я стал играть в спектакль «Сутобрак». Да ты вообще со своей абсолютной, извини за эти слова, русопятой внешностью всех обманул. Потому что я помню этот разговор по поводу «Тайны черных дроздов», где ты играл английского полицейского. Да. И британцы сказали, что более английскую внешность подобрать невозможно даже с собой Англией. Ты всех обманывал. Та же самая история с итальянцами. Уж казалось бы, более русской внешности нет. И вот оказывается, это английский полицейский просто вылитый. Классический. Самое интересное, когда просто вот еще такая история была. В 90-м году мы заканчивали фильмы, были прекрасны. «Побег на край света» с Розенбаумом, с Катей Стриженовой, «Снежный человек». Я озвучил мистера Прошку. И «Снежного человека» играл, конечно. Да. Это великолепная картина. И приехали американцы, когда они узнали, что я играю в «Снежного человека», Арман Хаммер продакшн, вот эта потрясающая история. Они попросили меня на кинопробу, чтобы сыграть главную роль в фильме «Май кантри». И когда это была целая история смешная, как я поступал в Голливуд, поступил, получил контракт на 500 тысяч долларов, должна была съемка начаться, я уже приехал из Сан-Франциско, но Арман Хаммер, так сказать, дед умер. И это была катастрофа моя просто лично. Скажи мне, поэтому роман с Голливудом не состоялся? Именно поэтому, что он умер. Потому что уже все, контракт был подписан. Я был с продюсером Дарик Хартом, уже учил английский язык. И вдруг у меня показывает факт, смотри. Все японцы, немцы, итальянцы отказываются, мы давали деньги, огромные 28 миллионов долларов на проект. И тогда бы я был первым советским актером, который был утвержден в Голливуде. Какой год был, Саша? Это был 91-й год. Да, все могло по-другому обернуться. Ты не представляешь, как мы встречали с Сан-Франциско. Человек, который был утвержден в Голливуде, в любом доме раскрывались двери. То есть я увидел, как американцы любят кино, как каждый хочет сняться. Какое-то огромное вообще достижение, если на тебя обратили внимание, такие мастера. Ты убежал от моего вопроса, это все очень интересно. Ты убежал от моего вопроса по поводу Рязанова и Гайдая. С кем тебе было легче? С Гайдаем очень тяжело было работать, потому что его стиль работал. Сколько фильмов-то загадаем снимал? Самое главное, это было снято в фильм «Опасный для жизни», где большая сцена у меня была с Витсеном. И потом ведь там Кокшенов, он все время был в «Любимчиках», а я его как бы не был отражением. Похоже, по фактуре. Кокшенов, кстати, он говорит, что он очень с Далем дружил, что они очень близки были с ним. При том, при разной нежности. Абсолютные такие, разные типажи абсолютно. Вот, потом я же познакомился на фильме с Рязановой в жестокий роман с Костроме своей женой, поскольку Рязанова сыграла другую роль в моей жизни. Ты не просто не познакомился, ты ее увел из-под хищных лап Никиты Сергеевича Михалкова. Да, это правда, поскольку он подошел к ней и был, так сказать... Поклеиться начал, назови вещи своими именами. Ну, это было так, поскольку она была самой красивой девушкой города Костровы, как бы ей поклеиться. То есть, короче говоря, ты каждый день говоришь своей жене уже много лет, что я тебя спас от Михалкова. Именно так я говорю. То есть, она тебе по гроб жизни обязана. Несомненно, поскольку в результате родились прекрасные дети и чудесная девушка. Двое. Двое детей. И Настя, и Илюшка. Сколько лет вы уже женаты, Саша? Это было 83-й год, 86-го года. Получается, оу... Ты сам вообще соображаешь? Это вообще. Саша, люди вокруг живут интересной жизнью. По шесть раз развелись, по восемь раз женились. Ты как женился 34 года назад? Жизнь порвата, поломата. Я не могу предать человека, который идет со мной по жизни, который столько сделал, который родил мои дети. Я не могу предать человека. Как бы то ни было, какие бы испытания ни были, что бы ни происходило, я не могу. Как оставить своего друга, человека, женщину, которая кормила тебя, поила, стирала, делала все для тебя. Интуиция своя прикладывала путь, помогала своей женской энергией. Как это можно? Видишь, оказывается, из тебя можно как романтика вытащить, спровоцировать немножко. А ты знаешь, между прочим, когда я играл Кубера воинов всех времен и всех народов, Майор так сказал, что Питков – это лучший романтический герой-любовник советского кино. Он так и сказал, отметил этот момент. И потом, поскольку вот эта любовь моя к песням, к итальянским, к испанским, к русским, романтика, но поскольку я же лев к гороскопу, а любовь романтичный. Саш, скажи, а это легенда или правда, что на съемках, как царь Петр Арапа женил, тебя Высоцкий от смерти спас? О, да. Это правда? Это целая история была. Но уж если есть время, я расскажу их в двух словах. Приехала Марина Владе, ей рассказывали все анекдоты всякие смешные, а мы играли ряжных. И была печка, стоял мета, который должен был начать съемку, и такая высокая печь деревянная. И вдруг, при которой снимание мотор начали, вдруг, стоп, стоп, приехали японки, делегация 80 человек. Стоп, мета, оживился, японская делегация, сейчас будем снимать, давайте еще снимать. Мотор, камера, стоп, стоп, опять делегация приехала. Какая? Приехали пять человек, продюсеров, которые спонсировали фильм Франция, Италия, Германия с камерами, которые хотят посмотреть, как снимается кино. Кино, Высоцкий, тут Марина Владе, актеры. И, в общем, должны были уже начать съемку. И он говорит, зажигайте печку. Печку зажигай, чтобы она горела. Как бы горела. И вдруг, мотор, камера начали, и кто-то говорит, горим. Мы оборачиваемся, печка по-настоящему загорелась. И 20 метров, которые до купола, она начинает охватывать огонь. Все актеры с павильона, все бегут, камеры падают. Где пожарник? Он ушел куда-то там в известное место. Включите систему пожаротушения. Наверху были вот эти, она не работает. А я в это время снимался в фильме до этого «Парус надежды» с Говорухиным, где мы были бомбрамсили на паруснике и участвовали в учениях. Тушение пожара. Тушение пожара, спасение утопающего. Я бегу, хватаю кран, который там был, разбивая стекло. Кричу, парни, помоги мне. Я тащу его, начинаю поливать вот эту самую горящую печь. И вдруг эта печка раскачивается, и со всего маха падает на меня. Но у меня была корзина на голове и тулуп. И я свалился под эту груду. И думаю, через сколько я сгорю. И вдруг кто-то вытаскивает меня из этой груды, снимает корзину и бьет по щекам. Я оборачиваюсь, хочу дать в ответ, смотрю Володю Высоцкий. Единственный, кто меня вытащил из этого огня. И, оказывается, все эти камеры снимали это все. Ко мне подходит продюсер. Послушайте, вы, я русский актер. Мы видели, как вы героически вели себя. Я говорю, какой героически? Почему вы так поступили? Я говорю, я поступил так, как поступил бы каждый советский актер. После этого меня отправили в Фобком, дали 15 рублей премию. За то, когда пожаре. И Володя оказался... Я думаю, вы пропились в Исоцкий. Ну, естественно. И вот потом мы с ним как-то очень, так сказать, были дружны. И потом «Парус надежды», тоже фильм, где я снимался. Он там пел эти песни. Слушай, скажи мне, а с Шахназаровым? Ты же снимался в «Мэйз Джаза»? Да, конечно. Но, правда, тогда был, насколько я понимаю, несколько иной Шахназаров, чем сейчас. Честно говоря, да. Тогда он снимал эти фильмы «Зимние вещи в Гаргах». Он снимал «Американскую дочку». Он снимал тогда, что это плакал просто его картин. Это было великолепное его время. Такое ощущение, что сейчас, да, все по-другому. Дело, видимо, в том, что, конечно, производственные всякие дела. Либо творчество, либо производство. Или-или. Или-или. Ну, короче говоря, возвращаемся к излюбленной теме. Бегал ты, бегал по съемочным площадкам. Снимался-снимался у разных режиссеров. В том числе у таких супер-мастеров, как Гайдай и Рязанов. И, в результате, все равно прибежал в театр в 97-м году. Причем в свой альмаматор, в Малый театр. Правильно? Правильно. А что, у тебя устал бегать? Нет, дело в том, что в театре киноктера в это время пришел замечательный режиссер Белоручев, который поставил «Дон Кихота» Ламанческого, где играл, естественно, Санчо Пансо. И он настолько влюбился в меня, что решил поставить со мной «Гамлета». И сделал уже экспозицию на этот спектакль «Гамлет». В это время снимался в фильме «Не валяй, дурака, Америка». И никак не мог приехать в театр на репетиции. И он решил переделать и поставить «Мастера Маргарита». Я приезжаю в театр и говорю, где вы были? Вы должны на репетиции быть. Мы назначили вас на роль Понтия Пилата. Я говорю, я Понтия Пилата играть не буду. Почему? А мне также задали вопрос, почему? Это что такое? Это худсовет? Это решение руководства, режиссера? Почему? Я говорю, не буду. Я не буду играть человека, который послал на распятие Христа. Я не буду брать на себя эту карму. Испугался. Я не испугался. Испугался. Я понимаю, что ты испугался. Ты же знаешь эти актерские байки, легенды, которые, я считаю, застрашены. То, что рассказывала Наташа Варлей после съемок Гоголя. Именно так. Что есть вещи, которые просто нельзя трогать, потому что потом начинается коса вокруг. И вот еще раз скажу два слова. И потом я иду к режиссеру. Он говорит, ты должен быть у меня рабом на галерах. Я тебя так люблю. Я тебе даю весь репертуар. Я говорю, сам впади и выпей море. Я играть по антипилата не буду. Пишите заявление об уходе. Я написал заявление. Ухожу из театра. И вдруг через два дня раздается звонок из малого театра. Виктор Иванович Коршунов звонит и говорит, ты знаешь, мы тебя видели, как ты прекрасно играешь в колесо истории. Мы хотим тебя пригласить в малый театр. У нас небольшое жалование, зарплата, но потом я тебе отдам весь репертуар. И я, отказавшись от этой роли, никто ничего об этом не знал. Тут же победил. Тут же сверху было решение отправить в него в малый театр. Это не награды. С ума сойти. И также я отказался еще от одного спектакля, где должен был играть Фауста. Вот там все мечты могли сбиться. Сбыться, потому что приходит Вефистофель Фаусту. Говорит, что ты хочешь? Он говорит, я хочу жизнь, верни мне жизнь. И мне предоставлены были роли в этом спектакле. И Хозе, и Германа, и Онегина, и Отелла, и Гамлета. Как-то он перепрощается во все, убивает там своих жен. Но я отказался играть, потому что общаться с этой силой я просто не могу, не могу брать из себя. Ну, страшновато, да. Да, и актер, который сыграл после меня, потом вот этого Понтия Пилата, я не буду говорить его фамилии, через год умер. Саш, сколько ты отработал в Малом Театре? Прослужил, вернее, надо говорить. Ты прослужил 4 года. 4 года. Что ты успел сыграть? Я успел сыграть замечательные спектакли с Коршуном Король Густав Ваза. Когда я сыграл Ангель Бректа, легендарного героя шведского, который догоняет короля на лыжне, спасает его. Это была сцена просто удивительная, когда Виктор Иванович говорит, что ты хочешь получить, король, от меня, полцарства, деньги. Я говорю, нет, король, я хочу пожать тебе руку. И когда люди ко мне подходят, говорят, я хочу тебе пожать руку, для меня очень огромная награда и благодарность. Я сыграл, конечно, дядюшкин сон Афанасия Матвеевича, замечательная роль с Быстринской, она играла мою жену. Это была очень смешная история, когда мне сказали, ты с Быстринской будешь играть? Ты знаешь, какая она? Я говорю, какая? Если ей что-то не понравится, она тебе просто выставит. Я беру целый месяц в ужасе, не зная, как будет, что со мной. И вот наступает день спектакля, она со мной не репетировала вообще ни разу. Огромная главная роль. Я прихожу в гримерную, прибегает ее гримерша, говорит, идите, я говорю, куда, к ней? Я подхожу, она сидит, гримируется, смотрит в зеркала, говорит ей текст. Я начинаю через зеркало говорить ей текст. Все рассказал, ушел. Со страха я сыграл все. Не ошибся, потому что там ошибся невозможно. Прибегает после спектакля, эта костюмерша говорит, она сказала, что вы натуральный парень. Это была высочайшая честь. Ну хорошо, большая похвала от Быстринской эти слова получить. Скажи, и потом ты все равно все-таки из театра ушел через четыре года. Дело в том, что было очень мало жалований тогда платили. И в театре конактера мне предложили гораздо больше тогда условия. И спектакль мне поставили. И, кстати, ставился спектакль «Бродвей, Бродвей» про нее. Ну что, подожди про Бродвей. А вот скажи мне, сейчас к Бродвею подберемся. А вот скажи мне еще одну вещь, я о тебе не знаю, хотя многое знаю, как ты видишь. Да. Это правда, что кроме того, что ты поешь, ты еще гавайскими танцами увлекаешься? Или это уже легенда, наконец? Нет, это не легенда. Так получилось, что в Москву приехали гавайские люди. Вот неугомонная. Да, я тогда еще, когда был в Сан-Франциско, мечтал отправиться на Гавайи. Мне так нравилась их музыка красивая. И я стал танцевать с ними. Я был первый, кто танцевал гавайские танцы в России. А потом еще они предложили делать храмовый массаж ломи-ломи-нуи. И это была уже шаманская практика. И в результате мы оказались... Ты неисправимый. Нет. Мы оказались у короля Гавайи, который учил нас вот этим практикам удивительным, тайным, которые дают... Ты взрослый уже человек, чтобы не сказать... Ну, мы с тобой ровесники практически. Я поэтому говорю взрослый. Ну, угомонись уже. Какие гавайские танцы? Тебе театра с кино мало? Мало. Я сейчас танцую зумбу. Хожу в джим. Я, к сожалению, не могу... Сашка, я не могу тебя попросить танцевать зумбу, потому что ты пристегнут к микрофону. Именно, да. Но спить еще что-то я тебя могу запросто попросить. Что-нибудь, конечно. Только давай тогда вернемся к этой теме, которая интересна про Нью-Йорк. Знаешь почему? Потому что... Твои знакомства с Лайзой Миннелли. Именно. С Лайзой Миннелли. Дело в том, что... Вот почему в Бродвее спектакль Бродвее, где играл Фрэнка Сенатора и пел вот Нью-Йорк-Нью-Йорк в конце спектакля вместе с Курдобалетом. И когда мы приехали на фестиваль Меридиана Тихого, Меридианы Тихого в Владивостоке, приехала Лайза Миннелли и Юл Бринер, сын Бринера. И эта парочка, они просто были шикарные. И Лайза Миннелли пела Нью-Йорк-Нью-Йорк на сцене огромной. И когда я это все увидел, и была грандиозная партия, где она тоже пришла. Был губернатор, и много американских актеров, актеры Тихоокеанского побережья. И так получилось, что она начала петь, и я помог ей. И мы стали вместе петь Нью-Йорк-Нью-Йорк. Это было для меня потрясающее событие, когда я был в этой огромной энергии. Лайза — это настоящий Голливуд, это настоящая... И когда сбылась моя мечта о Нью-Йорке вместе с Лайзой Миннелли... И когда это было спето, это был просто триумфальный для меня момент. И самое интересное, я знаю, что еще с этим Нью-Йорком связано, почему я здесь оказался в результате моей судьбы. Когда мы снимались в фильме «Очарательные пришельцы», какой-то был странный человек рядом с нами. То ли ясновидящий, то ли астролог. И вдруг он мне тогда, в 90-м году, сказал, послушай, по картам показано, что ты будешь жить через 20 лет в Северной Америке. Я говорю, ну ты что, я живу в Советском Союзе, в России. Нет, тут показано, что ты будешь вновь в Америке. Да, полностью было. И тогда вот этот путь к Нью-Йорку, путь вообще в Америку, это дорога, которую прошли много людей и пришли сюда. И вообще, когда сбываются здесь такие мечты невероятные, вот тоже Лайзой Миннелли, это все знаки судьбы. Саша, а ты готов к такому повороту судьбы? Вот подожди, вот это все очень хорошо, очень красиво и очень заманчиво. Но ты, как я ненавижу это слово, но его часто употребляют, раскрученный российский актер. Ты в полном шоколаде, тебя таскают из фильма с фильм, тебя с удовольствием возьмет любой театр. У тебя куча сериалов, если тебе понадобится, где ты будешь грести деньги лопатой. Так ведь? Да. Даже можешь от какого-то совсем барахла позволить себе отказаться, выбрать что-то получше. Правда? Конечно. То есть ты вот, ты в шоколаде. Ты что, под какую-то вот такую вот историю готов все это бросить и перебраться в Америку? Я не очень в это верю. Это должно быть что-то такое, что затмило бы все. А это проблематично, ожидать, что такое появится быстро и сразу. Поэтому я вот не думаю, что ты внутренне-то готов к этому перебазированию. Нет? Ты же не мог не думать об этом. Ты знаешь, правда, там, Россия, это фестивали. Моя футбольная команда, где актеров России, где капитан, которая играет в матчи. Мы играем в заводозаграждение, концерты и потом спектакли, антрепризы, телевидение. Ты прав совершенно. И образ жизни, много людей, которые хотели бы видеть. То есть огромное пространство страны, которой ты нужен, которая тебя любит. Но есть еще другой поворот. Здесь какая-то другая в Америке есть мотивация, чтобы перестроиться, чему-то научиться, английскому языку. Потом я здесь начал ходить в тренажерку, джим. То есть там мало времени у меня было. Здесь есть какая-то другая энергия. И какие-то рождаются идеи. То есть ты хочешь сказать, что в принципе ты не исключаешь, ты готов. Ты готов взять и перебазироваться. Не исключаю такого поворота. Ну, когда мы с тобой говорили, ты рассказывал о мотивациях возможного перебазирования в Америку, если здесь будет интересный проект, ты, видимо, по скромности, а может быть из вредности, не упомянул самую главную свою мотивацию. Но я тебе не дам так просто соскочить. Здесь твоя дочка. Да. И твоя дочка не просто так, а бы как. Твоя дочка тут много, хорошо и плодотворно работает. В частности, достаточно сказать, что она снимается в клипах с Майком Тайсоном. Именно так. Так что мотивация-то у тебя еще и родительская. Чего молчишь? На самом деле, Настя, она каким-то образом умудрилась замечательно читать рэп. И когда называется «Fifty Cents», она вместе с ним записала, то оказалось, что она читает лучше, чем черные люди. В этот момент я в Москве играл Деда Мороза, которого Тимоти меня учил читать тоже рэп. Это замечательно. Сюжет был в Ролаже. Вот. И Настя, она сейчас записала со мной и Адажу. А, кстати, ты ведь был Дедом Морозом. Это наша с тобой программа не зря выходит сразу после Нового года. Ты же Дедом Морозом был, я забыл совсем. Это была фантастическая история. Это было два Деда Главных Мороза. Рома Филиппов, главный Дед Мороз Советского Союза. И ты там рядом тоже один из главных Дед Морозов. Две секунды рассказываю ситуацию. Я на Мосфеме озвучиваю какую-то роль. Ко мне подходит дирижер Рябов, синфонического оркестра. Говорит, знаешь, что дело в том, что мы должны ехать в Финляндию. Миссия встречи с Санта-Клаусом. Но Дед Мороз, который должен был поехать, он, к сожалению, спился. И поэтому мы предлагаем тебе отправиться с нами немедленно. Немедленно был подан поезд, 9 вагонов в Царске. Финская компания ВИЭР устраивала эту поездку для привлечения туристов. Министр культуры Бугаев и Снегурочка были отправлены в Равниэме. Тоже и я. Нас ждало 300 человек народу Хельсинки. Это шведские телекомпании, финские, Норвегии, Дании. И была грандиозная встреча. Я выхожу с вагона, идет Санта-Клаус. Эта встреча была уникальна. Историческая. Историческая. А ты знаешь разницу между Дедом Морозом и Санта-Клаусом? Дело в том, что у Санта-Клауса нет дочки Снегурочки. Нет, была шутка такая, анекдота такая, что Санта-Клаус всегда один и трезвый, а Дед Мороз всегда бухой и с бабой. Это замечательная история, которую я только что узнал. Так вот, когда я взял и подарил Снегурочку, поскольку надо было что-то ему дарить, на руки взял и подарил. И с тех пор ты ее не видел? С тех пор я не могу найти эту Снегурочку. И причем, ну правда, он получил пощучину от своей жены, Санта-Клаус. Вот такую оплюху, когда он принял это. Это, знаешь как, это издержки производства. Вот, и потом самое интересное, где мне пригодился английский язык. Дело в том, что Санта-Клаус, ни Бенни, ни Кукареку не мог меня приветствовать. Когда я достал тетрадку, мне была написана речь на финском языке И это было произнесено, они были вошарашенные. Подаренная была Снегурочка. Потом я ночью сидел, ехал, играл, учиться на балалайке, которая ему тоже была подарена. И, в общем, когда мы встретились в доме этого замечательного Санта-Клауса, было подписано сокращение сотрудничества с печатью Снежной Королевы. Я единственный представитель России, который имеет право быть... И вот такая была чудесная история. Замечательная история. Саш, так давай вернемся к твоим детям. Так, а дочка живет здесь? Да. А вторая? А сын? А второй сын у тебя? Он тут, тут, тут там. А сын тут, тут, да? Да, да, да. Так ты к детям перебираешься? Или дынусь перебраться? Потому что самое главное в жизни, это все-таки семья. А жена как к этому относится? Прекрасно. То есть это она является руководителем проекта перебазирования Питкова в Соединенные Штаты Америки? Вот скажи честно, это ее инициатива? Понимаешь, мне очень сложно поверить, что... Точно, абсолютно. Абсолютно точно. Правда? Да, потому что дочка здесь, а она здесь, а где должен быть? Ну, потому что мне сложно поверить человеку, который до такой степени востребован актер, чтобы он сам на это дело пошел. Конечно, тебя жена подбила. Ну, не только. Жена меня подбила вообще, честно говоря, вот эта вся история, которая мне вот так и тащит в Америку. Что-то мне сюда тащит, какая-то судьба. Даже волшебная палочка показывала мне, что мне нужно ехать в Америку. Я не знаю еще для чего. А сейчас у тебя есть реальный проект, реальные предложения или пока все-таки больше на уровне разговоров? Реальные предложения, которые у нас были с Сергеем Милканяном, которым мы вместе с тобой занимались. Театр Арлекин. Арлекин, театр Даль-Арте, у которого он учился у Карла Мацони. И у нас была идея открытия... Страшная история, 73-й год или 74-й? 74-й. 74-й. И мы начинали в этой прекрасном театре Даль-Арте. Я пошел от Сережи Милканяна, я пошел поступать в Чукинское училище в 76-м году. И мы хотели открыть русский театр в Лос-Анджелесе. Проект такой еще существует. Театральное место не существует, спектакль существует. И здесь нести русскую культуру можно объехать всю страну, Америку. Причем в 90-м году, когда мы с ним встретились, вот это было, я случайно сказал слова Фрунса Авиона «От жажды умирая, оно дручем». Открывая газету, написано, что гастроли в Сан-Франциском университете, спектакль Фрунса Авион. Я обалдел, Сергей Милканян, я прихожу туда, он там, мы встречаемся. И тогда Сережа, конечно, уже открыл театральную школу здесь, в Сан-Франциско, в Нью-Йорке. И вообще преподавание здесь и русской школы. Потому что Чехов, когда уезжал из Станиславского, знаешь, когда он что сказал, уезжая в Америку, открывать школу? Вы погрязли в животном мире материализма. Уехал сюда, и я так понимаю, что американские актеры очень много взяли от Чехова. Нет, я могу тебе сказать, что каждый, практически каждый американский актер настоящего большого уровня, ну, такие там, я не знаю, как Денира или Дастин Хоффман или Николсон, они все называют своим учителем, может быть, не впрямую, Михаила Чехова. Потому что школа актерского, настоящего актерского мастерства в Америке, это, конечно, школа Михаила Чехова. Ты же знаешь, что Юл Бринер был учеником его. Ты же знаешь, сколько лет к нему пыталась попасть Марлен Монро, которая была его любимой ученицей, которая говорила, что вы недооцениваете ее, он всем говорил, она не просто секси-девочка, она потрясающая актриса, говорил Михаил Чехов. И когда Чехов умер, Михаил Чехов, она сказала, что умер единственный человек, которого я по-настоящему любила. Организовала фонд, который посмертно выплачивал деньги его вдове, Михаил Чехов. Он уникальная личность. Михаил Чехов – это номер один для любого американского знающего актера. Именно так. И потом, ты знаешь, каким он интересен? Я же все-таки очень люблю петь, насколько тебе известно. Я записал сейчас 10 альбомов песен. Это и мировые хиты, итальянские песни, руссконародные, цыганские, еврейские. И поэтому для меня… Ну, спел бы еще что-нибудь? Да, пожалуйста. Когда я уезжал из Москвы, например, итальянская песня озвучала. В Дом кино тысячи человек меня провожало на проект в Голливуд. Это было триумфальное. И такой вот праздник. И я тогда, прощаясь с ними, пел. «Канта на серенаде, маринаре, ма ту нун ганте, ма кэпинеза». «Канта, станоте, кванте на ценето, ту, кази, бели, тенни, а в още д'оро». «Канта па ме станоте, э, кази, моро, моро, сеттенна, бела, канцоне». «Канта на серенаде, маринаре, ма ту нун ганте, ма кэпинезе, ту, мааре, стано тэквандо, варка мааре, ма ту нун ганте, ма кэпинезе, сей ту». «Браво, браво. Саш, у нас с тобой почти не осталось времени». «Да ладно». «Ну, к сожалению, да. Ты знаешь нашу традицию. Ну, правда, ты спел, но я тебя все равно не могу освободить от чтения стихов. Поэтому давай, что-нибудь читай. Можно итальянском, кстати, пожалуйста». Но стихи такие о мечте. Вокруг меня все суетилось, шло. А я стоял и был не здесь, а где-то. И вдруг улыбка ярче солнечного света пронзила прослезившееся лето. И предо мной возникли все мои мечты. Они стояли молча, голову склоня, присутствие друг друга чуть смущаясь. И сердце замерло, смещаясь, и оказалось в полосе огня. Неведомо, кому я крикнул, оглянись. Неведомо, кого простил легко и просто. И стало на душе так просто и огромно. Как будто раз и навсегда я понял, что такое жизнь. Саш, громадно тебе спасибо за стихи. Спасибо, что выбрал время и пришел. Я был ужасно рад тебя увидеть. Я тебе желаю радости творчества. Это наше традиционное пожелание. А еще я тебе желаю, что раз ты задумал новый этап в своей жизни, чтобы тебе на этом этапе точно так же, извини за неакадемическое слово, поперло. Как тебе перло, извини за неакадемическое слово еще раз, до этого всегда. Как тебе перло в кинематографе, как тебе перло в театре, как тебе перло на эстраде, как тебе перло в футболе. Я хочу самое главное тебе пожелать, чтобы ты остался счастливчиком, чтобы удача продолжала бегать за тобой. И если это так и останется, то я не сомневаюсь, что через несколько лет, когда я тебе позвоню, чтобы снова взять тебя в программу, ты мне скажешь, что старик, у меня сейчас очень мало времени, потому что я сейчас снимаюсь в Голливуде, одновременно в трех работах, а у меня еще на Бродвее спектакль. Но я время как-нибудь найду. На это я буду надеяться. Я тебе это желаю. От всей души, Сашка. А без удачи, удачи не видать. Удача была сегодня со мной. Увидеться с тобою, сотнями тысяч телезрителей, удача быть в Нью-Йорке, в Америке, в этой прекрасной стране, стране улыбок, как было прекрасно Аперетто. Я хочу сказать вам, улыбайтесь, господа, улыбайтесь, как говорил Мюнхгаузен. И вам попрет, и все двери откроются для вас в этой чудесной стране, Америка и в Нью-Йорке. Спасибо, Сашенька. И тебе огромное спасибо. Дорогие друзья, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Спасибо, что вы этот час были с нами. До встречи через неделю. Будьте, пожалуйста, благополучны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Субтитры создавал DimaTorzok